приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео друзьям мы расскажем вам о народных приметах и традициях на 18 августа узнаете как обряды могут привлечь вашу жизнь удачу и благополучие прямо сейчас ставьте лайк поддержите нас нам будет приятно 18 августа православная церковь почитает память мученика евсения антиохийского который родился в антиохии в середине третьего века евстигний посвятил бы большую часть своей жизни служению в римской армии он прослужил 60 лет находясь при дворе четырех императоров диоклетиана максимиана константина великого и констанция хлора за свою долгую жизнь евстений стал свидетелем множество событий включая мученическую смерть святого василиска с которым он был близок евстений подробно описал страдания и мученического мученичество василиска стал свидетелем того как с неба явились ангелы чтобы забрать душу святого после долгой службы в армии и достижения преклонного возраста евстений покинул войско и вернулся в антиохию где посвятил остаток своей жизни молитвам и посещению храма однако времена гонений на христиан не обошли его стороной во время правления юлиана отступника известного своим жестоким преследованием христиан евстений принял мученическую смерть в возрасте 110 лет церковный календарь на 18 августа предписывает верующим в день памяти мученика евстения соблюдать определенные правила и запреты чтобы не навлечь на себя беду и не оскорбить память святого поэтому сегодня избегайте ссор и конфликта в этот день крайне важно сохранять мир и гармонию в семье и в обществе ссоры и конфликты могут стать причиной недовольства святого и привлечь к вам негативные последствия также вы знаете что церковные праздники часто требуют воздержание тяжелой работы особенно если связано с физическим трудом этот день лучше посвятить молитвам посещению храма и размышлением о духовном в день памяти мученика евстения не рекомендуется начинать новые дела или принимать важные решения считается что такие действия могут не увенчаться успехом и привести к нежелательным результатам в народном календаре 18 августа известно как день евстения житника праздник который отмечался на руси с древних времен этот день имел особое значение для крестьян поскольку он символизировал завершение уборочной эстрады и начало сева озимых культур евстений житник был тесно связан с ячменем одним из самых северных злаков которые в народе также называли жито что происходило от слова жить выращивание ячменя играла ключевую роль в сельскохозяйственном цикле и обеспечивала достаток в доме ячмень или жито занимал особое место в народной культуре этот злак не только служил основным источником пропитания но символизировал жизнь изобилие и благополучие народе верили что качество урожая ячменя напрямую связано с тем как правильно и когда его сеют сеяли чмень обычно в полнолуние пост на свежем навозе соблюдая ряд важных традиций и народных примет одной из них было наблюдение за ветром считаю что если во время сева дует западный ветер ячмень взойдет крепким и с полным колосом что и соответственно обещает хороший урожай на евстине житника в дерев в деревнях соблюдали ряд важных обычаях направленных на защиту урожая и обеспечение изобилия одной из ключевых традиций было выпекания хлеба из первого на на моло ячменной муки и этот хлеб считался символом изобилия и благополучия ели его всей семьей веря что это поможет сохранить достаток в доме на весь год кроме того на евстине было принято есть сырой лук с солью хлебом и квасом лук в этот день имел особое значение его связывали с защитой от нечистой силы и болезней связки лука развешивали в домах и банях чтобы очистить воздух и изгнать негативные энергии это было особенно важно в преддверии осени когда начинались дожди и росла и наступала влажность создавая тем самым благоприятные условия для распространения болезней в этот день крестьяне также проводили различные обряды направлены на защиту полей и урожая от нечистой силы один из таких обрядов заключался в заклинании не вы чтобы в ней не поселилась нечисть для этого старики с первыми лучами солнца отправлялись на поле и читали специальные магические слова обращенные к матушке земле они просили у земли защиты изобилия чтобы урожай был богатым а семья счастливой еще одна важная традиция наевстегния жидника было плетение гирлянд из лука их развешивали по всему дому чтобы отогнать всякую заразу и защитить домочатцев от болезней лук собранный в этот день считался особенно целебным и его старались сохранить на зиму народные приметы и по вере играли важную роль в жизни крестьян помогая им предсказывать погоду и планировать работы в поле наевстегния жидника особое внимание уделяли ветру и погоде считаю что какая погода будет в этот день такой будет и декабрь например если наевстегния было жарко той зима будет мягкой и теплой если же день выдавался дождливым ожидали снежную и холодную зиму еще одна народная примета была связана с эхом если на закате слышалось эхо это сулило жаркую погоду в ближайшие дни если же эхо не было слышно ожидали дождей народные приметы и поверья на 18 августа день известный как евстегний жидник включает себя множество запретов и предостережений которые важно было соблюдать чтобы избежать бед и неудач эти запреты основывались на многовековом опыте предков которые верили в тесную связь между действиями человека и благополучием его жизни в этот день существовал строгий запрет на употребление пшеничного хлеба согласно народной мудрости употребление пшеничного хлеба 18 августа может привести к зависти эта зависть может не только омрачить ваши дни но и навлечь серьезные беды и потери как материальные так и духовные наши предки верили что зависть вызванная в этот день обладает особой силой и может повлиять на судьбу человека разрушая его благополучие и гармонию в жизни еще одно важное предостережение касалось оставлены на столе открытой посуды с едой народных поверьях говорилось что открытые кастрюли и миски могут стать местом куда проникнет нечистая сила это нечесть по народным верованиям способна была наложить порчу на пищу и человек съевший такую еду может серьезно заболеть чтобы избежать этого всегда накрывайте еду крышками или убирайте ее в шкафы особенно в такие дни когда активность нечистой силы как считалось была повышена согласно народным поверьям помощь это время когда на улице бродят черти и другие демонические существа в этот час они наиболее активны и могут причинить серьезный вред человеку если кто-то нарушит этот запрет и выйдет из дома в полночь 18 августа туристов нет рискует не только столкнуться с нечистой силой но и быть ею обращенным в себе подобного этот запрет подчеркивает важность соблюдения осторожности и осмотрительности в определенные времена суток народной мудрости 18 августа считается крайне неблагоприятным днем для любых финансовых операций и деловых переговоров народные приметы предупреждают что любые финансовые дела начатые в этот день обречены на провал это может привести к значительным потерям денег ухудшению отношений с партнерами и другим неприятностям рекомендуется отложить все важные сделки и переговоры на более благоприятное время чтобы избежать ненужных рисков и неудач еще один запрет который строго соблюдали наши предки касался вставления маленьких детей одних в комнате считаю что в такой день как и встигний житник нечистая сила может напугать малыша а это приведет к заиканию или другим серьезным последствиям для здоровья народные целители верили что вылечить от такого страха можно только с помощью специальных обрядов и магических ритуалов которые известны лишь опытным ведуньям и колдунам 18 августа известным народе как день евстигния это не только был день запретов и предостережений но и для время исполнения определенных ритуалов и соблюдения традиций которые призваны привлечь удачу благополучие и защитить семью от бед народная мудрость подсказывает что в этот день стоит уделить внимание следующим обычаям одним из главных ритуалов на евстигния житника является выпекание ячменного хлеба этот хлеб пекли из первой муки на молотой из нового урожая ячменя ячменный хлеб символизировал сытость изобилие и надежду на будущий урожай считаю что если испечь такой хлеб в этот день то весь следующий год пройдет достатки и богатстве а запасы будут храниться до самой весны процесс выпечки сопровождался особыми обрядами и словами которые усиливали его магическое значение например замешивая тесто хозяйки произносили следующие магические слова как этот хлеб замешиваю так и счастье в дом привлекаю изобилие умножаю беды отгоняю после выпекания хлеба и выделили на всех членов семьи чтобы каждый смог ощутить на себе его силу и защиту в этот день лук использовали не только как продукт питания и как мощное средство для очищения дома и защиты от нечистой силы связка лука связки лука развешивали в углах комнат и возле окон чтобы очистить воздух и обезопасить дом от негатива лук считался не только лекарственным растением но и сильным оберегом который защищал семью от болезни и дурного глаза этот ритуал имел особые корни в славянской культуре лук также использовали в обрядах связанных с изгнанием болезней хозяйки обкуривали дом луковым дымом чтобы выгнать из него всякую нечисть и вернуть дому здоровье в некоторых регионах верили что связки лука развешенные в доме могут привлечь достаток и счастье если произнести над ними такие магические слова ру лук врачеватель дом наш очищай беды сгоняй здоровье укрепляй одним из самых значимых обычаев этого дня был сбор житной матки эта традиция в которой участвовали девушки собирая самые крупные и полные колосья на полях голос на котором одновременно растет 12 зерен считался особым знаком удачи и богатства найденный житной маткой колос хранили в доме в течение всего года веря что он принесет счастье и защитит семью от бед сбор житной матки сопровождался особыми обрядами и молитвами девушки отправляясь в поле произносили такие слова матушка земля житом награди богатство в дом приведи найденный колос приносили в дом и хранили его в красном углу или у иконы чтобы он оберегал семью в следующем году этот колос высевали первым чтобы весь урожай был таким же богатым и плодовитым народные приметы на 18 августа имели большое значение так как они помогали предсказать погоду и урожай на предстоящие месяцы если день был теплый и ясный декабрь будет мягким и теплым если жена и в стене идет дождь и зима обещает быть сырой и снежной если на закате слышно эхо это предвещало жаркую погоду если же эхо не слышно можно ожидать дождя если в этот день чайки ведут себя активно и купаются это предзнаменование плохой погоды также народные приметы говорили что если земляные черви черви выползают на поверхность то скоро начнется дождь люди рожденные 18 августа отличаются особым сочетанием уверенности и решимости они прирожденные лидеры способны вдохновлять окружающих своим примером и вносящие светлую энергию в любые начинания это личности которые знают чего хотят от жизни и готовы работать не покладая рук чтобы достичь своих целей рожденные 18 августа обладает острым умом и аналитическими способностями что помогает им видеть суть проблем и находить нестандартные решения эти люди могут быть очень требовательны к себе и другим стремясь к совершенству во всем что делают однако их сила заключается не только в амбициозности но и в способности к самоконтролю и дисциплине в личных отношениях они привык проявлять глубокую преданность и искренность они ценят честность и открытость и ожидает того же от окружающих рожденные 18 августа умеют создавать крепкие долговременные связи поддерживая близких людей в самые трудные моменты талисманом для людей рожденных 18 августа является арагонит этот мити минерал помогает своему обладателю сохранять внутренний баланс и спокойствие даже в самых сложных ситуациях арагонит поддерживает развитие лидерских качеств и помогает справляться с задачами которые требуют высокой ответственности еще один талисман для рожденных 18 августа это халцедон этот камень символизирует силу воли и уверенность в своих действиях алтеном помогает развивать интуицию что особенно важно для тех кто занимается сложными проектами или сталкивается с частыми переменами в жизни эти камни поддерживает внутреннюю гармонию помогает сохранять позитивный настрой что делает идеальными спутниками для людей рожденных в этот день а вот сны увиденные с 17 на 18 августа несут себе важные послания связанные с вашим внутренним состоянием и жизненными приоритетами вот такой друзья у нас с вами день 18 августа по народным приметам традициям и обычаям друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео обязательно подписывайтесь на наш канал на прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которому на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ друзья услышимся в следующем видео